Привет! Короче, жду поезда, надо было пойти сразу на поезд, а я пошла в магазин. И теперь жду два часа. Аж на 20-50 с лишним. Короче, такая вот сидня. Как будто смотрю комнаты. Холодно очень. Нос замерз. Но главное, что глаз не болит. Это уже хорошо. Сижу тут на перроне. Так, замерзла, как собака. В шубе и промерзала. Трындец какой-то. Ненавижу эти поезда. Это Джерарду уже. Уже просто. Этот холод. Всем доброй ночи. Я ляжу под одеялом. Не могу, короче, согреться. Знаете, лежу-лежу, короче, у меня холодно-холодно. Так замерзаю на улице. Все. Буду спать. Уже одиннадцать вечера. Завтрак. Потому что надо что-то есть. Так бы не ела. О, йогурт еще надо забрать. Всем привет. Ем и думаю, как его переехать бы. Так бы, без болезней дней. Короче, наверное, придется заплатить тут. Потому что так мне неудобно. Но все равно полмесяца, считай, проживу. Полмесяца и останется. Я понимаю, что нельзя так. Но так легче. Кто не понял, я хочу заплатить и уехать с полмесяца. Ну, даже раньше. Чтобы ей остались деньги. Чтобы она не обижалась. Потому что она будет возмущаться. Хотя она бы ничего не сделала, конечно. Если бы я собралась, уходила. Ну, я так не могу. Потому что меня так не приучили. С детства учили иначе. Короче, сегодня какой-то дурдом. Мало то, что села в автобус. Хотела заплатить. А водителя ведь нету. Говорит, мелких. Ну, потому что у меня проездной закончился. Надо было ничего не платить. Так ездить. Там большинство так ездит. Короче, тем более воскресенье автобус будет проверять. А, кстати, дни попытала. Вчера думала, что воскресенье. А сегодня же воскресенье. Потом села в автобус. Потом села в автобус. Он тоже заплатить. Ну, платить нету. Потом села и слышу такой голос. Пацан говорит. Сейчас поднимусь. Расскажу. Пацан, короче, говорит. То, что сел до меня поведешь. Короче, белочка. Думаю, еб твою мать. Ну, это галлюцинация. Он потом вышел такой, шатаясь. Ну, не пьяный. Наверное, под наркотой. Ячу, говорит, шепот. А там музыка. Все сидят уже очканули. Думают, мало ли, что за дебил. Так что он потом вышел такой, подшатываясь. Как какой-то наркотой. Потому что пьяные не такие. Ну, даже не перегаром ничего от его не есть. От нареков такой может быть перегар. Весь перрон пустой. Как я уже тоже выходила на вокзале. И я, короче, такая тихонечко за ним. Ну, мой господи, хоть бы он меня и заметил. Думаю, какой-то дурной денек. Водителя вечно такие. Нет у них сдачи. Никогда нету сдачи. Да мне это пофиг. Я бесплатно. Надо было и ехать так. Мне за эту неделю съехать. И все. Ну, блин. Просто так получается, что придется заплатить. Мне сегодня уже платить надо как бы. Ну, завтра. А когда я посмотрю еще. Это еще только восьмого минимума. Ну, то есть пока оттуда-сюда. Пускай даже до десятого. Я то быстро съеду. Ну, я ж не могу тянуть. Она ж поймет, что что-то тут не то. Не, я могу, конечно. Могла бы обманывать. Но я так не хочу. Бо это уже невыносимо. Дышать этим смрадом. Меня выбешивает это смрадельно. Куриво этого. Я его слышу везде. Вот так вот стою на перроне. Я вот там как указала столба. И тут люди курят. И я чую этот звонит. Этот смерт. Блин, вообще как будто люди не собираются никуда ехать. В воскресенье, правда. Потому что, вы знаете, выпала кавалерка по Жерарду. За 600 злотых. Ну, такая оконченная. Подубитая. Ну, я подумала, что снова это год пилять. Или сколько там, полгода. Варшава, Жерарду. Мне уже тошнит. Я уже ненавижу это все. Я уже эти поезда все. Так, что тут у нас? Бляха. 8,40. Варшава-Всходня. Опять сейчас будет какая-то зеленая электричка. Задолбали. Вот это Интерсити не ходит как надо. Не стой, короче. Вчера два часа сидела на перроне. Так замерзла, что ночью. Легла и меня колотит, колотит. Я, короче, надела свитер. А когда я ночью его сняла? Вообще не помню. Вот представляете, как во сне снять что-то и не помнить. Не помню в упор. Проснулась только и смотрю, свитер рядом лежит. Как будто кто снял. Ну, я не снимала. Ну, то есть в сознании я не снимала. Без сознания. То есть мне стало жарко, наверное. Поднялась, сняла и упала дальше. Интересно. Короче, не хочу уже ни ездить. Не, короче, вот это вот этими всеми поездами. Потому что сегодня воскресенье. И опять интересительно, наверное, будут так ходить, как мертвый дышит. Хочу дать совет зрителям, которые любят давать советы. Я там рассказывала про глазное давление. Так мне написала комментарий одна. Да, Машу. Вот ей врач сказал, что всегда пожизненно капать капли от глазного давления. Так вот, а то у одной женщины не капала, и у нее погиб глазной нерв. Это вообще бред сивой кобылы. Понимаете, что у нее разорвало сетчатку. И потом просто ее снова прилаживали и делали. И, короче, у всех разные ситуации. Так что не гоните бургу. Особенно не бесите меня вот этими своими предупреждениями. Потому что это кумарит. Глазной нерв. Это вообще... Такие мастера я офигею. Особенно мне нравится, когда, допустим, у человека только случилась беда. Ну, ослеп там. И ему... Те, кто уже там прошел, начинают. Все, у тебя будет так и так. Это будет так и так. Да пошли вы нахер все. Идиоты. У вас так, а у кого-то может быть не так совсем. Все зависит от человека, от физиологии, от зрения, от того, что было. Вообще все разные. Не может быть у всех так, как... Вам сказал врач, блин, капать капли. А кому-то не сказал. Одному сказал физически ничего не делать. А кому-то мне, допустим, сказали все делать физически, как и я. И в обычной жизни. Потому что разные врачи, разные методики, разные люди, в конце концов. Так что не делайте себя вундеркинда. Потому что вы вредите кому-то, а вам возраточка приходит. Не сомневайтесь. Особенно есть такие люди, которые... У меня плохо, пускай и всех будет плохо. Это больше всего убивают. Вот так вот хотела вам сказать. Так что давайте, пожалуйста, не умничайте. Живите своей жизнью. У вас так, а у кого-то не так. Один пьет при изжоге молоко, а другой от молока изжога подвышается. Кто-то жрет соль, а кто-то, блин, маслом. Понимаете? Кто-то, блин, блондин, а кто-то брюнет. У кого-то жопа толстая, а у кого-то худая. Все разные. Особенно тем хочется сказать, у кого что-то происходит, не бросайтесь выискать подобные ситуации. И я, допустим, не искала. Я только искала свою проблему, название и что оно такое. Потому что все разные. Вот так вот. Только что прочитала просто комментарий. Рука мерзнет. У меня, короче, главная не мечта, а направленность это переехать на этой неделе, на следующей. Потому что я до 17 работаю. А потом, если сидеть в этом смрадине, то у меня никаких нервов не хватит. Так что, дай Бог, или мой ангел-хранитель, у нас это выйдет. Получится. Ничего не предвещало слез. Слезы могут быть очень быстро. Просто мне сегодня помогли. Нервы, блин, не в трынду. Короче, мне конец какой-то. Помогли деньгами. Просто так. Нервы. Поэтому слезы накатили. Так что слезы могут быть от чего угодно. Что-то глубоко. Какой-то капец. Думаю, поснимаю. Может, пройдет эта волна. вот так бывает от всего и от радости от неожиданности от нахлынувших чувств вращать всего спасибо за помощь просто ну сижу сижу захожу на свой счет смотрю день я думаю откуда это трындец люди ходят нельзя поплакать спокойно короче это следы слезы наверно радость не знаю эмоций давно не плакал мама моя говорила когда-то меньше писать будешь я все время плакала принципе в детстве выход эмоций вообще конечно я рада очень ладно буду ждать электричку просто тут хожу блуждаю она приехала ну потому что сматаюсь пораньше душу сидеть мне уже предлагали работу няней одна там ну по-моему я видела ее объявление но я по графику же не подошла и по цене наверно ей дорого я сказала 20 думаю даже 25 говорить потому что это же ответственность а вторая шестимесячный ну я говорю я что 18 мая занята так что я думаю что вполне реально нянькой найти на мои дни по 25 час было бы нормально 10 часов 250 короче ну видно будет можно и среди польских мам искать и ребенка научит там русскому допустим по крайней мере попробовать надо я в группе я увидела объявления шоу поляк искал своему ребенку няню чтобы научила русскому языку ну элементарное там что-то знание а у меня и русский и украинский и английский знаю на том уровне что ребенка точно можно научить так шоу и с детьми я уже нянчилась я не боюсь я знаю я уверен потому что я попец опять слезы знаете анекдот зашел скакивает мужчина в автобус и вдруг пердит и так сразу изменяются простите пожалуйста нервы блять не в пизду а не простите пожалуйста нервы блять не в пизду такие короче я с детьми нянчилась я не боюсь потому что я его ну ребенка я не не на шаг не отпускаю я просто сливаюсь и когда на няньках у меня такая функция есть когда я на няньках я сливаюсь с ребенком все это как ну я не знаю как то она так само делается даже на шаг не отхожу от него когда спит так вот рядом сижу смотрю на него потому что это дети ну просто опыт уже есть детьми как-то он сам выработался все вот это такое всегда ладно рука замерзла приехала я как всегда поехал там так вот так вот Продолжение следует...